приветствую вас дорогие мои друзья я тут исчезла с горизонтом на целый месяц для этого у меня конечно были причины я их не буду особо озвучивать так скажем не так важны для вас вот но тем не менее тем не менее конечно я доставила вам беспокойство своим исчезновением прошу прощения но такое в жизни бывает такие форс-мажорчики поэтому большое вам огромное сердечное спасибо за ваше беспокойство вот по мере возможности я отвечала на комментарии куда я исчезла спасибо анне евгеньевне за перевод она таким образом задала вопрос мне куда я исчезла спасибо нам евгеньевна ну вот так вот оно получилось ну что сказать что сказать конечно давно я не делала такие перерывы кстати я сейчас готовлю карты для индивидуального катания заказ у меня пришел скажу не особо я и делала за этот период только вот кому уж очень надо было в основном конечно их консультации у меня были немножечко приторможены приостановлены точнее ну сейчас скажу что пожалуйста кому и нужно требуется пишите пишите делайте заказы я опять приступаю полномасштабным как говорится ответом и могут быть и полные гадания в полном формате по формате но и в виде раскладов блиц раскладов ну кто уже заказал примерно знает что это такое это ответы на один вопрос то примерно получается полторы две страницы а4 вот как то вот так от ориентируйтесь так что если есть необходимость пишите мне вот блиц расклады пишите только на три семерочки у меня две почты одна три восьмерочки другая три семерочки на три семерки обычно я принимала заказы на обучение и на блиц расклады чтобы как говорится не путаться поэтому сейчас прошу вот придерживаться этой этого моего условия вот ну для тех кто уже давно делал мне заказы на три восьмерочки если вам удобно пишите туда вопросов нет но вообще в дальнейшем конечно я хочу все-таки сузить перейти опять к одной какой-то почте электронной почте мне вот так вот не разбрасываться ну пока 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 однозначно конечно не прекращаю так что пишите куда удобно но блиц расклады и обучение только на три семерочки что касается обучение мои хорошие здесь у меня новшества за месяц у меня было время подумать хорошенечко что мне делать накопился у меня довольно таки приличный 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 покажем опыт даже не опыт своего рода статистика по пришлось поэкспериментировать с программой с методикой обучения и сделал конечно я кое-какие выводы вот поэтому есть у меня изменения по части обучения обучение будет формате в двухступенчатом формате я бы так сказала по ночам начали начали тот кто желает начать обучение должен приобрести пакет видео уроков это так скажем теоретическая полупрактическая теоретическая часть познания мира таро вот ну это для тех конечно кто совсем новичок совсем новичок кто уже практикует нет поэтому кто кто практикует уже вам достаточно сразу же сразу же начать именно месячный месячное прохождение даже не обучение не обучение а вот именно вот натаскивание что лишь простите меня за это грубое выражение но это будет жесткая практика да мои хорошие жесткая практика на раскладах темп будет очень насыщенный очень насыщенный минимум три раза в неделю по два часа скорее всего через связь через связь живую связь конечно же в телеграме или скайпе я еще пока точно не определился думаю у меня будет время но сразу же предупреждаю предупреждаю вот такая месячная практика она потребует от вас конечно времени времени усидчивости потому что этот месяц мы будем рассматривать разные виды разные виды раскладов вот и тут больше от вас будет идти отдача с моей стороны будет поддержка дополнение уточнение исправление вот конечно же я буду делиться и своими какими-то наметками скажем так опытом своим как у меня было как это может быть как исправлять ваши ошибки может быть где-то ваше видение особенно особенно конечно по части по части формулировки вопроса и схемы расклада вот две самые главные ошибки не ошибки но главные трудности я бы сказала которые не позволяют правильно трактовать или запутаться в трактовке запутаться запутаться в трактовке и не понимать ну вы знаете что одна карта может иметь много много значения но я увлеклась скажу что это будет очень дорого очень дорого очень дорого очень дорого по цене поэтому конечно же конечно же не всем это подойдет но тем Тем не менее, после такой месячной практики, я думаю, человек спокойно начнёт практиковаться. Точнее, работать старо не только для себя, но и на аудиторию. Вот такие пироги, мои хорошие. Ну, что ещё сказать? Что ещё вам сказать? Я сейчас, конечно, после такого перерыва, вынужденного перерыва, в каком плане? Сразу говорю, что я не болела. Нет, мои хорошие. Я, скорее всего, была на границе перехода, что ли. Вот по карте мир есть такая у нас, такой аркан. Он как раз и показывает, что то, что было раньше, ну, уже как бы не то, чтобы отжило, но стало как-то приедаться, что ли, да. И был риск, был риск того, что я войду в зону выгорания. Это самое страшное, конечно же. В любой, кстати, профессии выгорание. Вот, поэтому я решила приостановиться, уехать, отречься от всего, не подходить к своим рабочему столу. Ну, единственное у меня было, это некоторые заказы, когда я не могла отказать. Ну, как бы, у меня была возможность подумать, что делать дальше. Как изменить свой формат. Я не буду сейчас озвучивать, как будут выглядеть мои прогнозы, там, неделька, месяц и так далее. Я еще до конца не определилась, есть у меня варианты. Но то, что будут изменения, это однозначно. И еще, мои хорошие, до конца, конечно, этого месяца, вряд ли вы увидите мои прогнозы на ютубе и вообще. Поэтому я и решила сделать вот такой коротенький анонс. Раньше я его, кстати, сделать не могла, потому что я не знала, что говорить. Я не знала, что говорить, я не знала, на какой период я могу потеряться, какой период мне потребуется. Поэтому вот так отголословно заявить, что, ребятки, не волнуйтесь, через неделю я появлюсь. Я не могла этого сказать. Сейчас у меня более-менее, так сказать, появилось видение, что делать дальше. Поэтому сразу предупреждаю, что до конца месяца видосиков не будет. Но заказы на гадание в любом формате, пожалуйста, пишите, пишите. Особенно блиц расклады, если у вас есть. Да и полные расклады. Ну, полные расклады, конечно, лучше на 3 восьмерочки, на электронную почту 3 восьмерочки. Потому что они всегда требуют очень много времени. И они у меня идут отдельно по очереди. У меня как бы две очереди. Очередь на блиц расклады и очередь на полные расклады. Поэтому, конечно же, конечно же, чтобы мне не запутаться, такие моменты бывают. Тем более, бывают случаи, что письма попадают в спам. Вот. Так что вот такая просьба у нас. Ну, кто привык уже писать на 3 восьмерки, ну, пишите, друзья мои. Ну, чё ж, если вы уже делали заказы именно на этой почте, продолжайте и дальше писать. Тут особо, как сказать, нарушений нет. Как вам удобно. Вот такое у меня коротенькое объявление. Ещё раз, ещё раз скажу вам большое спасибо. Правда, я была очень тронута вашим беспокойством. Вот. Я видела ваши комментарии. Иногда у меня была возможность заглядывать в них. Но, чтобы не сбивать свой, скажем так, ментальный поток, может, это мудрёно, но, вот, знаете, чтобы прийти к какому-то решению, чтобы что-то родить, желательно, желательно не возвращаться туда, где вы были раньше. Я думаю, вы меня поймёте, о чём я веду речь. Поэтому я старалась не погружаться в то, что у меня было раньше, а вот как-то, знаете, абстрагироваться, абстрагироваться, чтобы поймать новую струю, новый поток, новую информацию, новые свои желания, в том числе, друзья мои, это очень важно. Вот. Поэтому вот так вот всё и случилось. Ну, что ж, ещё раз вам большое спасибо. И до новых встреч!